Всем привет! Здесь я хочу представить, что можно сделать, если пароль на маршрутизаторе не сбрасывается. На примере Zuxel Kinetic Vivo. Введя в адресной строке браузера IP роутера, при попытке входа под вроде бы как известной мне учетной записью и паролем, авторизоваться не удается. Интернет он конечно раздает, как по локальной сети, так и по Wi-Fi, только не пускает веб-интерфейс. С помощью скрепыша попробую сбросить пароль традиционным способом, зажав им на 10 секунд кнопку reset. При перезапуске маршрутизатора удивительным оказалось то, что настройки ван-порта и беспроводной сети не слетели. А при попытке аутентификации заводскими настройками, которые для текущей модели это всего лишь логин админ, зайти в управление не удалось. Для решения сложившейся проблемы я скачал с официального сайта для своего устройства последнюю версию прошивки, а также утилиту Kinetic Recovery, позволяющую восстановить работу роутера и идущую уже с файлом прошивки, имя которого для моего маршрутизатора должно быть написано как здесь. Запускаю ее нажатием правой клавиши мыши по данному значку, выбрав запуск от имени администратора. В окне защитника Windows нажимаю разрешить доступ. В программе восстановления приведен подробный порядок действий, согласно которому я заранее отключил все сетевые кабели от интернет-центра, оставив один в порту локальной сети, соединенной с противоположного конца с компьютером. Далее отключаю от него питание и с помощью скрепки зажимаю ресет. Потом подсоединяю к источнику, не отпуская при этом скрепыш, пока не начнет мигать данный индикатор. После этого процесс восстановления запускается автоматически через несколько секунд. В ходе работы программы не рекомендую отключать сетевой кабель и питание от роутера во избежание получить из него кирпич. По завершении в браузере обновляю страницу и пробую войти. К сожалению, в моем случае попытка в очередной раз не увенчалась успехом. Поэтому я решил попробовать вариант с использованием программы TFTPD. На рабочем столе операционной системы Windows 10 в трее кликаю по значку сетевого подключения и выбираю параметры сети и интернет. Затем центр управления сетями и общим доступом. В изменении параметров адаптера, нажав правой клавишей мыши по сетевому подключению и выбрав пункт свойства, открываю протокол TCPIP версии 4, где прописываю адрес 192.168.1.2, а маску под сети оставляю по умолчанию. Затем сохраняю сделанные изменения нажатием на клавишу ОК. Вернувшись на рабочий стол, запускаю TFTPD. В окне брендмаура подтверждаю открытие доступа. В самой программе нажимаю на данную клавишу и указываю путь к папке, где располагается прошивка. Здесь следует обратить внимание на то, что ими файла должно быть не произвольным, а определенным. Информацию об этом зачастую можно узнать на офсайте девайса. Из выпадающего меню интерфейс сервера выбираю адрес своей сетевой карты. После чего на маршрутизаторе выполняю аналогичные действия, представленные в первой попытке восстановления до дефолтных настроек. В программе можно наблюдать запуск процедуры восстановления. Через несколько минут маршрутизатор перезапустится и должен работать уже на новой микропрограмме. Для проверки, насколько все хорошо прошло, запускаю в очередной раз браузер. И введя IP-адрес роутера в адресной строке, попытаюсь залогиниться. Успехом это также не увенчалось. Испробовав наиболее распространенные варианты, я подумал сделать из них небольшую комбинацию. Вновь запускаю перепрошивку с помощью утилиты восстановления для своего роутера. По завершении ее работы на маршрутизаторе зажимаю клавишу сброса на 10 секунд. После перезапуска интернет-центра у меня на компьютере автоматически запустился браузер с данной страницей. Перейдя здесь в веб-конфигуратор и нажав на текущую клавишу, наконец-то удалось зайти в настройки. Теперь прописав адрес роутера в текущем окне можно задать новый пароль или же зайти оставив как есть. На этом у меня все. Желаю вам успешного сброса забытого пароля и спасибо за внимание.